Здравствуйте! Тонск, клиника Санте и дело врачей. Вы знаете, уже и областной судья Кайгородов ушел давным-давно, и начальник местного следственного комитета Литвиненко тоже ушел давным-давно. Митрофанова чуть-чуть не посадили, уж сколько мы об этом говорили, сколько материала было сделано Но, кажется, нравы в Томске и Томской области не меняются. Но прокуратура, и особенно прокурор Семенов, главный прокурор Томской области, тут, кажется, бьет все рекорды. Как мы уже ранее говорили, супруг нам рассказал Софье Мазейной, что ее возили на разговор к главному прокурору Томской области, и он ей там предлагал подписать какие-то документы. Она отказалась. Вышел прокурор, и потом уже супруга с адвокатом вся в слезах. Она только мне сказала, что прокурор сказал, что мне посадит. Видимо, потому что она этот документ не подписала. Как я понял, я у нее спросил, ты что-то подписывала, а она сказала нет. И вот он ее реально обещал посадить. Хочется обратиться к судьям, к председателю суда Томской области, уважаемая Лариса Геннадьевна. У меня складывается такое ощущение, что прокурорам, следователям им бы человек только посадить. Как говорится, был бы человек, а статью-то найдем. Но судья же решает, виноват человек, получай по всей строгости, а не виноват, гуляй на все четыре стороны. Свободен. Ведь в конце концов, судья, главный судья Томской области, школяр Лариса Геннадьевна и ее коллеги, будут решать, кто и сколько будет сидеть. Или вообще будет ли сидеть Анисименов, не прокурор Томской области. Как нам стало известно, в феврале из Москвы, из Генеральной прокуратуры, в Томскую область приезжает проверка от Краснова. Заместитель прокурора, Генерального прокурора приезжает в Томск посмотреть, как там дела-то вообще с законностью обстоят. Может быть, в Томске у прокурора есть такие полномочия назначать сроки? Может, там другие правила, другие законы какие-то действуют? Я хочу просто обратиться в том числе и к прокурору Генеральному, Краснову. И вот нам стало известно, что вместо того, чтобы решить ситуацию как-то с уголовным делом Санты, он договаривается с ректором Томского государственного университета о какой-то экскурсии для прокурора. Возможно, что прокурору Томской области, Семенову, хочется показать, что в Томске все хорошо. В Томской области все замечательно. Смотрите, какой университет у нас отличный. Московским гостям я имею в виду. Но вы на серьезные проблемы обратите внимание. У вас люди по предпринимательским статьям уже полгода сидят. А Софья Мазейна... Я понимаю, что это главный врач какой-то клиники Санты. С ней можно как угодно разговаривать. Подумаешь, она разрывелась. Это же не московские гости приехали, да? С ними-то по-другому придется разговаривать. Софья Мазейна, она тоже же гражданин Российской Федерации. Есть же какая-то этика прокурорская, человеческая, в конце концов. Может извиниться? Ну, это я так, конечно. Не обращайте внимания. Редакция «Момент истины». В ближайшее время, еще до проверки, еще до того, как приедет проверяющий из Москвы зампрокурора генерального, готовит фильм, где мы поговорим с томичами. И они нам расскажут реальную ситуацию, что происходит в Томске. Замечательный ТГУ. Слов нет. Чудное место. Но в Томске достаточно проблем с законностью в том числе. И Санте, клиника Санте, это одна из многих проблем, о которых мы еще до того, как посетит зампрокурора Томской области, мы расскажем. И я надеюсь, что заместитель прокурора генерального посмотрит наш фильм и задаст Семенову правильные вопросы. И обратит свое внимание на те проблемы, которые действительно есть и волнуют томичей. А ТГУ, конечно же, посетить это дело хорошее. И уж Семенов постарается. Мы не знаем, для чего это нужно ректору ТГУ. Но, наверное, есть какие-то договоренности. Об этом мы потом расскажем. Мы, журналисты, общественные деятели, правозащитники, юридическое сообщество, все смотрят на это дело. Как оно будет далее развиваться? Потому что поведение Семенова укладывается, наверное, в какие-то рамки. Но все-таки, я повторюсь, он же не суд. У Мазейной, Софьи Мазейной, вот будет скоро суд. И где будет решаться, в общем, ее судьба. Продлят, оставит ли в силе приговор, который у нас сейчас есть. Это отсрочка реального приговора в 7 лет. По другому уголовному делу. Или эти 7 лет превращаться в настоящие 7 лет. Как нам было известно, прокурор, сам прокурор, обещал, что 7 лет будет. Если она документы не подпишет. Она их не подписала. Ну что ж, наблюдаем, кто все-таки в результате в Томске суд. Кто судья в Томске. До свидания.